Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о секретах выращивания огурца и развенчаю некоторые мифы, которые существуют в садово-огородной среде. И, к моему удивлению, эти мифы культивируются даже в научных институтах некоторыми научными сотрудниками. Итак, в фокусе, внимание, огурец. Огурец происходит из Индии. Я путешествовал по Индии довольно много. Я отлично знаю, как растут дикие огурцы, от которых произошли те, которые мы едим в салат, а также как их выращивают там, на своей родине. Но мы-то не Индия, у нас умеренная зона возделывания, совсем другой климат. И вот секретики такие по выращиванию огурца помогут вам получить богатый-богатый урожай. Первый миф, который стоит развенчать, это то, что огурец не стоит высаживать на навоз. Я вам скажу даже больше. Этот миф более широкий, чем просто запрет на использование свежего навоза. Этот миф касается любви, большой любви огурца к навозу в принципе, что без внесения навоза огурец не вырастешь. Что такое Индия? Это очень бедные почвы, красноземы и каждый день проливной дождь. Питательные вещества из почвы вымываются, не задерживаются в ней. Поэтому огурец по своей природе, в общем-то, не очень приспособлен к высокой концентрации различных питательных веществ. Но навоз, как и любое другое удобрение, конечно, содержит питательные вещества, но совершенно не обязателен для того, чтобы кормить огурец. Но почему же так хорошо удаются огурцы на навозе? И вопрос, на каком навозе? На самом деле, если уж и класть под огурцы навоз, то класть не разложенный, не перепревший, а свежий навоз. Как раз, когда мы кладем свежий навоз при посадке огурца, готовим грядку, то навоз здесь выполняет не столько роль питания огурца, сколько он играет роль подогрева почвы. И именно свежий навоз греет почву лучше всего. А ведь огурец большой любитель тепла. Он очень любит, когда почва теплая. Вот и получается, что свежий навоз является гораздо более эффективным, чем разложившийся. А питательные вещества огурец может взять и из минерализованных органических остатков, из того же перепревшего навоза, и из тех же минеральных подкормок, и так далее, и так далее. Но стоит ли заправлять лунку очень обильно питанием при посадке огурца? Нет, не стоит. В отличие от того же томата, вот он высокой концентрации питания не любит. Огурец предпочитает догоняться питательными веществами путем подкормок. А в целом к почве он довольно-таки не предъявляет никаких серьезных требований. Он может быть прекрасно выращен и на свежеперепаханной целине, и на относительно бедных почвах. Самое главное, чтобы они были теплые, и чтобы им хватало в виде подкормок регулярного поступления питательных веществ. Ведь урожай нарастает, нарастает, нарастает. Второй миф связан с тем, что надо огурцу как можно больше воды. С одной стороны, это правильно. Ведь огурец для своего формирования, сам плод огурца требует гораздо-гораздо больше воды, чем весит сам. Однако заливать огурцы водой совершенно не стоит. Огурец любит умеренно влажную почву. Но регулярное поступление влаги, качели влажности, то сухо, то влажно, то сухо, то влажно, для огурца совершенно не подходит. Этого можно допустить, это можно допустить только в начале культуры огурца. Когда он только высажен, и для того, чтобы корневая система в поисках воды развелась как можно лучше. А уже когда начинается плодоношение, никаких качелей влажности устраивать не нужно. Максимально выровняйте поступление воды. Почва должна быть не сухая, но и не перелитая, умеренно влажная. Следующий важный аспект выращивания огурца, это выбор места посадки. Побольше солнца ему надо, или все-таки чуть-чуть прохладней и тенек. Это вопрос не такой простой. С точки зрения выращивания огурца, мне гораздо больше нравится яркое солнечное местоположение. И связано это с тем, что споры опаснейшего заболевания пероноспороза лучше всего сохраняются, длительное время сохраняются в условиях пониженной освещенности, пониженной температуры и пониженной влажности. Именно эти условия способствуют сохранению спор и массированной последующей атаке самого пероноспороза. Сам пероноспороз очень хорошо развивается в условиях наличия капельно-жидкой влаги. То есть, если вы один раз облили огурец ног до головы водой, и условия для развития пероноспороза подходящие, то есть огурчик рос в менее жарких, в менее освещенных условиях и в менее влажных, то тут-то пероноспороз может дать вспышку. Однако регулярные обработки по листу препаратами на основе сенной палочки, антилус на основе полезных псевдомонат титаниум, а еще лучше препарат атлантис, полностью исключают возможность развития этого пероноспороза. Что же касается повышенной солнечной активности в отношении огурца, то это очень-очень хорошо, потому что чем больше солнца на огурец, тем больше он дает плодов, и тем меньше болеет, между прочим, корневыми гнилями. На корневые гнили должно быть обязательно направлено наше внимание. Одна из важнейших традиций выращивания огурца, которая находит свое подтверждение и в научной практике, и в фермерской такой вот любительской практике, это то, что огурец совершенно не переносит холодной воды. Старайтесь не использовать холодную воду при поливах, и вам не придется сталкиваться с этой опасной проблемой с корневыми гнилями. При этом использование тех же самых препаратов, которые я назвал для полива под корень, является отличной профилактикой для исключения заболеваемости корневыми гнилями, даже если вы где-то использовали и холодную воду. Один из мифов, связанный с выращиванием огурца, это то, что нельзя высаживать пчелоопыляемые и портенокорпические огурцы рядышком, что они будут горькие. И это глупость, полнейшая глупость, свидетельствующая о полном незнании вот этого признака горечи огурца, как он регулируется, и в том числе генетически. Современные протенокорпические гибриды первого поколения огурца генетически лишены всякой горечи. Точно так же и пчелоопыляемые гибриды первого поколения очень часто генетически лишены горечи. Но это означает, что как бы ни формировались условия, в которых огурчик растет, все равно огурцы не будут горькие, или по крайней мере, они не будут массово горькими. Переопыление портенокорпических огурцов пыльцой пчелоопыляемых огурцов, в том числе гибридов первого поколения пчелоопыляемых, никакого влияния на горечь огурцов не оказывает. Огурцы становятся горькими из-за неблагоприятных условий. Это может быть или очень сильная жара, или похолодание, или недостаток влаги. Но обычно у нас огурчики в открытом грунте особенно делаются горькими в конце периода выращивания огурца, когда ночи становятся холодные. Они растут горькими и крючковатыми. И то это касается только старорежимных, преимущественно пчелоопыляемых сортов, ну не гибридов первого поколения. Что же касается горечи остальных, вот мифов относительно горечи, то они не имеют под собой никакого абсолютно основания. И еще одним важным аспектом при выращивании огурцов является необходимость их формирования. И здесь надо очень хорошо понимать вот что. В тепличных хозяйствах, когда высота теплицы и 5 метров, и но не очень высокие могут быть, то в этом случае при формировании огурца все нижние пасынки, вот этих протонокорпических огурцов гибридов первого поколения, все нижние пасыночки удаляются. И могут удаляться вообще все полностью. Это стимулирует рост огурца в высоту и навязывание плодов. Либо могут удаляться пасынки до 5-6 узла, а затем пасынки уже не удаляются, а только урезаются. И огурчик формируется в виде такой перевернутой пирамиды. Есть несколько подходов. Однако вот я у себя в теплице практикую иной подход. Наоборот, я формирую огурчик в виде пирамиды. В силу того, что теплица-то невысокая, куда этому огурцу расти? Ну понятно, что его можно завивать, перекидывать через плеть и так далее, и так далее. Но в целом мне вот эта огромная-огромная длинная плеть нужна постольку поскольку. И поэтому я нагружаю огурчиками нижние ярусы. Ничего страшного, я под огурчик с нижнего пасынка положу картоночку, он ляжет на мульчу и совершенно не испортится. Формирование огурчиков на нижних ярусах узлов на пасынках не позволяет этому главному стеблю вытягиваться, вырастать очень сильно, очень интенсивно. Ведь питание идет на нижние яруса. И поэтому у меня формируются не такие вот горгоны огромные, а более компактные растения. При этом, если я высаживаю там единичные растения, одно растение, два или три, их вообще можно не формировать. Они дают нам пасынки, а эти пасынки боковые растут. Получается такая медуза горгона, самая настоящая кубло огуречная. И с него можно и снимать, и снимать, и снимать огурцы. Поэтому формирование огурца, в том числе в теплицах, является очень условным таким мероприятием, которое на самом деле при разных обстоятельствах может выполняться, а может и не выполняться. Ничего страшного, если вы свои огурчики упустили, на нижних пасынках образовались плоды, или не формировали вовсе. Урожай все равно будет отличный. Что касается огурцов открытого грунта, пчелоопыляемых, то здесь порядок формирования этих огурцов всецело зависит от типа этого огурчика. Огурчики бывают плетистые открытого грунта, а бывают кустовые. Вот кустовые, до них вообще не надо дотрагиваться. Посадил и, так сказать, жди урожая. Что касается длинноплетистых огурчиков, то здесь то же самое. Можно, конечно, прищепнуть основную плеть, но на самом деле, если вы уберете массу мужских цветков, которые образуются на главной плети такого огурца, то вы урожая нормального не дождетесь. И для пчелоопыляемых огурцов, для формирования зеленцов, нужен и папа, и мама. И падение вот этого количества завязи, завязываемых огурчиков в второй половине лета всецело связано с тем, что не хватает мужских цветков. Поэтому не лишайте свои огурчики мужского компонента. Без них, без этих мужских цветочков не будет и урожая. Очень важно помнить, что если вы выращиваете такие вот популярные теперь очень современные пучковые гибриды первого поколения, которые из одной пазухи дает не один огурчик, а прям сразу много, то в этом случае интенсивность подкормок вашего огурца должна быть в значительной степени увеличена для того, чтобы огурчики давали, давали, давали урожай, завязи не желтели, а очень частая причина того, что завязи желтеют, это нехватка питания, в первую очередь азота и калия. К фосфору огурец тоже чувствителен, но это второстепенный элемент питания для огурца по сравнению с азотом и калием. То делайте регулярные, буквально еженедельные подкормки вашего огурчика раствором нитрата калия, калиевые селитры, 1 столовая ложечка на 10 литров воды и по литровой баночке на растения активно плодоносящие, по влажной земле эта подкормка будет поддерживать ваши огурчики прекрасно. Точно так же можно использовать и зеленую бродиловку, и различные настои помета, компостные чаи и травяной чай бродиловка, и очень хорошо использовать такую подкормку, как индийская подкормка огурца. Она в себе сочетает гармоничное наличие азота, калия, и так же она является очень физиологичной и совершенно полностью органической для тех, кому не нравится использовать покупные удобрения, и у кого там где-то за забором близко ходят коровки. Ну вот как у меня в деревне, например, для меня самая лучшая подкормка это индийская подкормка огурца. Огурцы нарастают вообще просто прекрасно. Но помните, что огурцу нужны именно разбавленные растворы, поэтому не считайте, что если вы сделаете погуще, побольше, то она лучше сработает. Нет, лучше покормить с интервалом в одну неделю, но пожиже, чем один раз густым, например, раз в две недели. Не ленитесь, пожалуйста, и огурчики отдадут вам урожай просто прекрасно. Еще одна проблема, которая связана с выращиванием огурца, это, конечно, паутинный клещ. Паутинный клещ очень хорошо повреждает огурец и баклажан вот среди тепличных растений, в частности, да и в открытом грунте паутинный клещ бушует неслабо. Но от паутинного клеща есть масса эффективных средств. Ну, фитоверм, про который я недавно рассказывал, это, конечно, очень хорошее средство. Но для того, чтобы он помог, по-настоящему помог, и чтобы эти волны клещей не возвращались, его надо использовать правильно. Но он боится свиета, например, у него есть условия определенные, когда его и как надо использовать. Поэтому те, кто использует фитоверм, октофит, посмотрите, пожалуйста, это видео. Ну и кроме фитоверма есть масса способов удержать клеща в теплице, чтобы он не распространялся по огурцу. Держать, да, держать болезни, держать вредители. Это такие фишечки у агрономов есть, когда они употребляют такие, ну, свои какие-то выражения. Есть серо-коллоидная, есть серо-жидкая ПФК Лерос. Есть различные препараты, которые используются для борьбы с клещом воров в пчеловодстве. Они тоже очень хорошо работают на огурце, в том числе во время цветения и во время сбора зеленцов. Не игнорируйте эти методы. Обязательно смотрите канал Иванова Наука. Я об этих методах рассказывал и еще буду вам обязательно рассказывать. Что ж, вот смотрите. Теплую грядку в этом видео сделали, сделали. Про поливы поговорили, поговорили. О корневых гнилях поговорили, поговорили. О листовых болезнях приноспорозе поговорили. Профилактики лечения их поговорили. О опылении огурчиков поговорили, поговорили. О горьких огурчиках поговорили, поговорили. О подкормках поговорили. И о клеще, как главном вредителе, тоже поговорили. Что ж, вот видите, если вы будете хотя бы половину этих аспектов учитывать при выращивании огурца, вас ждет уже отличный и большой успех. Самое главное, главный секрет выращивания огурца, не слушайте некомпетентных блогеров, и тогда с вашими огурцами будет все в полнейшем порядке.